Уже четвертый день в первом подъезде дома Корабельная 28 трудятся рабочие. Выносят остатки обгоревшей мебели, бытовой техники и прочее. Квартира выгорела полностью, но Виктор и его супруга все равно рады. Главное, их внук вовремя покинул квартиру. Мальчишка в 9 часов спать лег, а не уснул. Слышал сначала какой-то треск, свет потух. Ну еще 12 лет мальчишки, он не поймет, что там горит. Треск такой, треск. А тут у них еще фуфайки там всякие, кошки маленькие. Ну и все, вот он выскочил, собака, кошка была, их и выпустил. Выбежал по соседям, никого нет. В тот вечер хозяйки квартиры дома не было. Женщина находится в Казани на лечении. Ее супруг был в командировке в другом городе. Вот и пришлось их 12-летнему сыну остаться за главного – спасать и себя, и домашних животных. Я в соседнем доме живу, прибегаю, пожарники суетятся. Я их расталкиваю. Я думал, он там еще. Он говорит, пацан уже вышел. До приезда спасателей самостоятельно эвакуировались 11 жильцов. Пожарных встретила женщина. Она сказала, что в соседней квартире осталась ее 16-летняя дочь. Спасатели вывели девочку на улицу. По предварительной версии дознавателей причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования. В результате сгорела мебель, полы, да и сама квартира сильно закопчена. Общая площадь пожара составила 4 квадратных метра. Одежда и вещи первой необходимости сгорели. 12-летнему мальчику нужна одежда 38-40 размера и обувь 39 размера. Если вы можете чем-то помочь этой семье, приносите средства и одежду к нам в телекомпанию «Химиков 64А». Светлана Жемкова, Фахри Исламов, Новости НТР.